чтобы он в одежде прыгнул в ожидании реальности вокруг люди с камерами не дают насладиться уединением три с половиной часа по реке на каяк добрый день сегодня у нас такое необычное интервью у нас в гостях участники и организаторы видимо проекта места специально для вконтакте это конкретно у нас илья степанищев менеджер проектов в к поаплодируем блогер артем пименов и еще блогер наталья гасанханова всем привет приятно с вами познакомиться давайте сразу начнем наверное с чего проект вот этот места он вообще о чем это илья спасибо большое я беру слово проект в к места это проект компании в к которому запустили совместно с нашими партнерами она больше чем путешествие и институтом развития интернета он направлен на создание имиджевых видеороликов это 70 медиа экспедиции в субъекты нашей страны в рамках который мы посещаем уникальные места общаемся там с героями на данных местах мы их называем аватарами которые могут рассказать о данном месте провести нас включить интегрировать наших участников в это место в ту или иную активность если она есть на данном месте вот мы развиваем первую очередь туризм молодежный туризм мы далее будет создана мини приложение которое будет на базе стальной сети вконтакте можно будет выбрать любой субъект который входит в число 70 которые мы посетим и там непосредственно будет имиджевый видеоролик по данной экспедиции в которой вы были и так же в области но не тизер я бы не сказал что тизер это формат документального но на именно имиджевой регионе вот и непосредственно будет тур по которому мы совершали свою экспедицию будет живом формате можно будет выбрать локации на которых мы были и непосредственно дальше as to свое путешествие в данный регион мы можно сказать снимаем такой дневник путешественника путеводитель по россии ну да можно учиться электронный чем ваш проект вот этот отличается от любых других travel show где вот но у нас не travel show не блок-тур мы всегда внутри команды говорим это регулярно каждому региону что мы сейчас тогда совместно с правительством каждого субъекта с туристическим информационным центром создаем уникальный контент про те места которых возможно еще нет туристической карте возможно о них никто не знает или знают но к сожалению там начинают уже забывать мы показываем ту настоящую нашу россию тех настоящих живых людей у нас нет сценария у нашего проекта у нас есть четкая программа которую мы прорабатываем вместе с регионом и мы показываем настоящие эмоции впечатления наших участников которые интегрируют то или иное место чтобы это далее уже показать на массы наши целевой аудитории что как круто путешествовать и в принципе жить в нашей стране давайте немножко послушаем как выбираются вообще блогеры то есть я так понимаю что вы ведущих много и на разные регионы разные ведущие мне кажется я даже не назвала нас ведущими мы участвовали путешественники говоря нашими глазами люди видят какие-то эмоции какие-то места какие-то объекты которые мы посещаем то есть так я понимаю среди 70 регионов ну наверное вот 70 и участников и будет всегда ранее всегда по новому но их много я вот например с ребятами уже там в третьей экспедиции я во второй да но при этом знаю что половина моих друзей уже скаталась не знают мурманска до байкала и обратно и все в восторге смотрят путешествует и сами действительно несмотря на то что для нас это отчасти тоже работа узнают и путешествует и кайфуют наблюдая за то вообще какие есть места какие красоты и какой колорит а ты что-нибудь умное можешь сказать я и меня пока что выбирают на города на букву с пока что только смоленск самара дальше видимо сызринцы это жаль конечно грязно были ты так и про него рассказывать в данный момент более 50 уже инфлюенсеров потом итогом реализации 21 региона сейчас самарского в 21 региона вот более 50 инфлюенсеров это не только там наташа и тема у нас там тим сорокин бэд барби карин мурашкина юля коваль конечно же лена летучая мя бойко то есть очень большой спектр и пулу наших инфлюенсеров которые интегрируются являются настоящими путешественниками вот и это не только там блогера это и актеры музыканты различного формата вот например вы приехали в новый регион что дальше мы идем в первую очередь кататься на каяках это вот железобетон просто мы сейчас обгорелые немного потому что сегодня четыре часа катались на байдарках поэтому эмоции смешали к я абсолютно можем только про байдарки вообще конечно как но организаторы как я понимаю совместно с правительством региона договариваться на какой-то но не сценарный план но маршрутный план я бы так называла и мы следуем по нему смотрим какие-то объекты места ознакомиться с людьми вот сегодня загорели завтра скалолазами завтра замерзли не хотелось бы не получится в плюс 33 то есть вот в места вы выбираете совместно с правительством но какие-то видимо упор идет больше не на стандартные до туристическими то что у нас когда приезжает это сразу в волга набережная не у нам очень важно открыть как новые места так и показать там культу и даже мы их захватываем вот и очень важно чтобы у нас на локациях была какая-либо активность чтобы контент был живой чтобы наши участники могли в него интегрироваться через аватара нашего героя и показать те ощущения те эмоции которые дальше уже войдут в фильм давайте про самарскую область расслабо свежие впечатления ожидание реальность вылили какие-то у вас ну я не первый раз самаре я из саратова во первых сразу хочу сказать саратов лучший город на земле самаре обязана это сказать потому что всегда есть конкуренция между двух этих городов я не первый раз мы раньше приезжали из саратова с вообще за одеждой поэтому этот город мне очень знаком но виден прогресс видно как совершенствуется я вот не знала что на набережной например пляж сделали вчера дала 10 тысяч артёму мастер чтобы он в одежде прыгнула в одежду в одежде прыгнули естественно прохладненько пока что да очень странно на контрасте потому что на улице было плюс 30 и жарящая вода прям холодно волга такая она вот я первый раз например самаре и я удивля уже на этапе когда уже весь совершенствование прогресс вот дошел и я тоже просто езжу восхищаюсь я в первый раз поэтому мне правда очень на самом деле мало еще где были мы всего здесь ну полноценно второй день мы пока какими-то активностями больше я не знаю спортивными занимаемся хоть не очень про это и скажешь но что нас еще впереди ждет впереди у нас будет и восхождение на горы и скалолазание и яхты и конные прогулки и лично я еще и на метро пока и парапланы это у нас очень большой пул еще активности вот я в самаре вообще самый второй раз но меня восхищают самаре закаты уже успели побывать вчера мой закат встречали на набережной и дамы вчера закат джина по-моему это называется станка завод если не ошибаюсь там были танцы на закате очень красиво и так латино все там двигались приняли участие да мы учили бачату ну как мы артем я владею совершенно абсолютно вот поэтому мы очень так знаете романтично красиво вокруг люди с камерами не дают насладиться уединением но это было правда прикольно красиво за необычно для ребят потому что они не с волги они не знают что такое да и заката но нет я бывал налоги просто в очень другой части вертолетная площадка у нас было непосредственно набережная также у нас был большой променад в принципе по всем улочкам самары у нас была обзорная экскурсия мы ездили у нас был автобус кабриолет вода автобус кабриолет я прям чувствовала себя любовь успеть там это же всегда напевала эту песню это был гимн вчерашнего дня скажите вообще вот я так понимаю да что кто то и вы наверное были больше по всем этим проектом вот вы там два-три раза где-то до приняли вот чем самарской области отличается от других регионов где вы успели побывать естественно природа но это сто процентов и здесь какие-то сумасшедшие талантливые люди ну то есть вот сегодня мы познакомились с александром который занимается как правильно назвать профессию он занимается гончарным мастерством он делает какие-то я не знаю там краски из разрабатывать так далее я вот смотрю на людей которые этим занимаются у него горят настолько сильно глаза он настолько сильно взбудоражен своей работой он прям фанатик своего дела и это очень это очень прикольно потому что наверное в больших мегаполисах но уже как-то у людей не так горят глаза на их дело на их работу вот мы приехали знакомиться с кем-то общаемся и все рассказывают про свои хобби увлечения работу до пипик в общем мы это прям заряжает и заражает это прям смотришь на это и думаешь блин я тоже так хочу может есть что-то дело не так почему я уже не так радует своей работе это прям круто люди живут настоящей жизнью и это очень радует но я тоже очень сильно люблю природу но она много где похоже образно если это водоем и если это реки озера меня очень сильно впечатлило не знаю почему я прям ехал ребята знают в автобусе ехал я прям вот так вот в окна смотрел все фоткал и ребята думали что достопримечательности фотку нет я немножечко на то что повернут очень люблю архитектуру и мне здесь она безумно нравится и вот как нам рассказали я начал обращать на это внимание модерн здесь очень много его мне очень нравится как здесь выглядит здание причем от достопримечательностей до спальных районов или обычных вот но спальных домов не знаю как их правильно называется типовых застроек все очень ярко и красиво я правда ни в одном городе не видел а и когда едешь вдоль новосадовой улице мы ехали на протяжении 25 минут все дома разных цветов фиолетовый мятно-серый все-таки красивые стильные такие яркие то есть это вот не знаю даже обычные вот эти 25-этажки спальные мне они все просто я смотрю на это наш ответ острова бурана понимаешь в венеции где все разноцветное остров сам я говорю у меня пол галереи даже не достопримечательностях ну в них тоже а вот прям спальные дома вот обычные которые тоже очень красиво я не знаю я прям нет такого вау проект в к местах возможно сейчас организаторы этого проекта что я не права но мне кажется он как раз таки и был придуман для того чтобы глазами путешественников показать постоянным даже жильцам постоянным как жителям города что у вас так красиво у вас так классно смотреть другими бегите в москву там уже много людей домов они все некрасивые вот у вас красиво очень красиво кайфуйте наслаждайтесь поэтому это правда самара ну потрясающе раков не можем найти а если у вас случайно выходной вы не знаете что поделать три с половиной часа по реке на каяк но мы ищем раков нет раков самара когда можно увидеть фильм про самарскую область кстати вообще производство имиджевого видеоролика это очень большая работа и она достаточно долгосрочная учил фраза там когда-нибудь нет 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 у нас есть как пост продакшен как непосредственно продакшен это именно экспедиция так и пред продакшен это до экспедиции пост продакшен заложен это по где-то от полутора до двух месяцев от полутора до двух лет я уже замуж у меня дети будут а я построить имиджевого видеоролика это как черновая сборка от режиссера так и далее уже все исправления графика цветокор то есть это большая работа я думаю что в ближайшие два месяца все увидят фильм о самарской области его можно будет увидеть в группе места социальной сети вконтакте есть группа места обязательно все подписывайтесь заходите следить за нашими экспедициями вот можно будет увидеть там и далее уже это будет в мини приложение по итогам нашего проекта который завершается в конце 2024 года не у нас стабильно идет от 4 до 9 до 9 до до 9 потому что есть большие регионы берем мы вот у нас будет экспедиция в красноярский край там будет 9 дней спасибо ребят большое что поделились спасибо что позвали не будем с нетерпением ждать фильм а в нашей области да надеюсь посмотреть на нее другими глазами обязательно другие выпуски а а а Субтитры создавал DimaTorzok